Рост цен на самом деле уже мало кого удивляет. Наши сограждане, кажется, привыкли к сезонным подорожаниям, к посленовогодним и к предпраздничным. Но что точно не заметишь невооруженным глазом, так это изменение количества товара в упаковке. Берешь в магазине пачку, казалось бы, привычного размера, приносишь домой, начинаешь готовить по привычному рецепту, и тут с удивлением замечаешь, что продукта-то не хватает, смотришь повнимательней, точно потеряли несколько граммов. Так россияне заметили минус 3 грамма плитка шоколада, минус 10 растворимый кофе, минус 50 макароны известной марки. Необходимость для производителя – удержать цены при собственных возросших издержках. В этой связи вспоминается расхожее «Оптом дешевле». У нас в магазине, наоборот, упаковки всегда были объемные, и мы этой же тенденции сохраняем и придерживаемся. В разных магазинах ассортимент отличается, но базовый набор продуктов можно купить практически в любом. И на наших центральных складах есть запас определенной товары, и подпоставщики не подводят, по крайней мере, по настоящее время, все поставки регулярные. Мы не видим всплеска какого-то ажиотажного спроса на какие-либо группы товаров. В настоящее время все позиции имеются в продаже. Это несмотря на то, что действительно есть повышение цен. Оно есть, его видно, и люди об этом говорят. Черно не закупить. Люди не хотят работать. А, люди. Цены не позволяют. Люди не хотят работать. Цены не позволяют. Ценовой укус. На прилавках изобилие, но позволит себе собрать. Даже непраздничный стол становится все больше роскошью. И в этом продавцы повинны далеко не всегда. От производителя до прилавка тянется цепочка. Покупатель видит лишь конечный результат. Пенсия маленькая. Что это? 10 тысяч. Добавили вот 10-300. Как на нюх жить? Вот, вот, яблоко, смотрите. 50 рублей. Вот купила яблоки. Это же хорошо. Ну вот обычные себе яблоки можете позволить? Не перед праздником, что называется. Яблоки не на сутки. Очень редко. Очень-очень редко. Нет, про фрукты же раздал. За год, может, два раза. Альтернативой магазинам и супермаркетам были и остаются рынки. В народном сознании цены здесь ниже. Плюс можно пройтись среди торговых рядов, пообщаться с продавцами, попытаться сбить цену, поторговавшись. Однако, если отбросить детальные экономические выкладки, то цены подросли и здесь. Тенденция общая. Работать себе в убыток не хочет никто. Чем вы торгуете? Фрукты. Фрукты. А сейчас берут активно? Ну, менее, 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 меньше сталь. Потому что, ну, товар качественный у нас, хороший, но цены высокие. Ну, а дешевые мы вообще не берем. Что у вас с ценами? Они растут? Да, в деревнях мяса нет. Ковядины мало. Здесь дорого мяса. А почему в деревнях нет мяса? Хорма дорога, потому что. Ценовой потребительский индекс в начале этого года прибавил более 1%. Экономисты констатируют, подорожание действительно ощутимое, обусловленное целой совокупностью факторов. Хотел бы обратить ваше внимание, что индекс цен производителей промышленной продукции за прошлый год в стране подобрался к отметке 30%. 30. Не 5, не 8, как индекс потребительских цен, а 30%. Точнее, 28,5%. То есть, производить продукцию в стране, себестоимость продукции растет. Производить продукцию в стране становится все дороже. О разработке пакета антикризисных мер поддержки местных производителей в середине февраля заявил руководитель регионального министерства АПК Михаил Семенкин. По его словам, правительство готово оказать консультационную и финансовую поддержку. На федеральном уровне для стабилизации обстановки также предприняты меры. По вот этим продуктам, по хлебам, по молоку, по овощам, по сахару с крупными сетями уже заключены на федеральном уровне соглашения по минимальной торговой наценке. То есть, торговая наценка будет от 0 до 5%. Регионы получат субсидии на поддержку производства мяса, молока. Решено увеличить пассивные площади под овощи и сахарную свеклу. Кроме того, накануне принято решение зафиксировать отпускную цену на сахар. 47 рублей за килограмм в розницу. Вера Мещерякова, Владимир Гаврилов, Бахтияр Салтанов, Юрий Давыдов. Репортер 73.